Салют, чуваки, с вами Кит, мы с вами возвращаемся в наше с вами скифское прохождение, и я наконец-таки решил, что мы с вами будем делать, ну, с этим прохождением непосредственно. Я решил не делать танцев с бубнами, мы с вами просто сейчас захватим скифию полностью, вот изначальные, как бы, скифские территории, они же кузаицкие в ваниле. Просто их все захватим, сделаем, так сказать, новую скифию, и на этом данное прохождение закончим. Ну и, в принципе, все, я уже подумаю, что нам с вами делать ближе к новому прохождению. Здесь просто не хочется, опять же, то-сё делать, мне просто выкидывали кучу вариантов, почему, типа, конные лучники не работают. Кто-то писал, что дело вот, ну, в том, что новая фракция, недавно ее только ввели в мод непосредственно Eagle Rising, немножечко не отбалансировали все это дело, из-за этого работает криво. Кто-то писал, что конных лучников сломали после патча 1.6.2 еще в ваниле, поэтому они кривовато работают. Черт его знает, где там правда, соль в том, что конные лучники бесполезны. Ну, непосредственно в этом вот качестве. Как обычные лучники, ну, и, в принципе, неплохие, но не более того. То есть, опять же, их использовать можно только как обычных лучников, выстраивая в строй, и пусть они там настреливают по противнику. Хотя они это делают не очень эффективно по сравнению с обычными лучниками. Но они здесь более прокаченные, более крутые, поэтому, ну, можно их просто спешить в конце концов и использовать как обычных. Тогда, наверное, будет поэффективнее, хоть они будут медленными. В общем, как-то так. Так что мы с вами сейчас выходим из скифской фракции, после чего идем атаковать одну из деревень, а потом идем захватывать замок Семир. А благо сейчас у скифов есть какая-никакая война с Северной Империей, большая часть, так сказать, народу будет непосредственно там сосредоточенная в плане войнов. Поэтому надеюсь, что мне дадут все же как-то какое-то время, так скажем. А для того, чтобы я мог эту самую скифию захватить, ну, непосредственно ее замок. Будем его удерживать, будем набирать себе солдат. Нет, я больше не буду париться касаемо того, каких же солдат все же нанимать, то есть бабахать себе, типа, чисто кавалерию, чисто конных лучников. Нет, я буду набирать все подряд, потому что, опять же, большая часть элиты это конные лучники, ну, это как бы самому себе рыть могилу. Мы с вами будем использовать абсолютно все. Я нанял себе двух спутников, которых сейчас вам покажу. Это у нас Багай Ястреб, конный лучник, который будет у меня использоваться как новый клан, когда мы, конечно же, с вами накопим 500 влияния. Я его сделаю новым кланом, они будут мне помогать, как мои собственные солдаты. Корот, знающий, у нас с вами инженер, которого я назначил для того, чтобы, ну, просто быстрее захватить замок, чтобы не дать противнику времени на то, чтобы, ну, он успел ко мне подойти, мне подгадить. Я назначил его инженером, сейчас, наконец-таки, вот не знаю, после какого патча это появилось, я просто не замечал, появились перки, которые у него есть, типа, вот, в необходимом ему амплуа. Появились эффекты, которые от этого назначения даются. Это очень-очень круто. Раньше просто показывали, типа, вот, корот, знающий, допустим, инженер 80. Все. Ни перков, ни эффектов нифига не было, но я смотрел, по-моему, не раз, кажется, на патче 1.6.1, если не ошибаюсь. Этого всего не было, поэтому было не особо понятно, типа, дает ли это какой-то эффект, и прикол в том, что я назначал себе инженера, и осадный лагерь строился все равно очень и очень долго, поэтому я особо над этим делом не запаривался. Блин, мне здесь, конечно, придется ломать еще, ну да, придется строить осадные орудиями, идут ребюшеты, чтобы сломать все баллисты, иначе эти баллисты, ну, мне жизнь, мягко говоря, пофортит, так что, да, придется над всем этим делом еще покорпеть. А жаль, что противник всегда сможет к нам с вами подойти, это плохо. Ну, в общем, будем надеяться, что я успею до прихода армии, которую, кстати говоря, собрали скифы, так что мне могут устроить здесь Вальгалу, ту еще, короче, отправить меня туда. А ну же, в принципе, три отряда готовы со мной пойти посражаться, не, ну, хозяин-барин, надеюсь, я с ними справлюсь. Как бы здесь их всего лишь 150, они работают из рук вон плохо, но и мои, как бы, точно такие же, так что посмотрим в этом бою, что из этого вообще выйдет, надеюсь, мы их здесь уделаем. И непосредственно, исходя уже из этого боя, будет видно, как оно вообще, типа, ну, если мы справимся со скифами, то никто, в принципе, для нас уже угрозой с вами не будет. Да что ж такое, не могу никак привыкнуть, потому что конные лучники это четверочка, ну, я просто привык, что у меня обычные лучники, это двойка еще с предыдущего прохождения. Поэтому, немножко кривовато. Так, кавалерия, ну, давай куда-нибудь вот сюда кавалерию, обычных два лучника у нас есть, сюда их. Ну, противники, эти тоже конные лучники, но они скачут, из-за этого они будут менее эффективны, чем мои. Но, у меня много посредственных конных лучников, то есть, где они у нас тут, здесь вот райдеры, трибл райдеры, ну, то есть, человек 50-60, у меня это вот чуваки 2-3 ранга конные лучники, и, соответственно, они не достреливают, то есть, им дальности не хватает, это плохо. Плюс, у чуваков здесь есть обычные лучники, у чуваков здесь есть пехота, то есть, ну, нам будет не сладко, с одной стороны. А с другой, ну, это школьные лучники, как бы, мы всегда сможем их с вами передвинуть, быстренько сменить дислокацию, так что, по идее, по идее, шансы есть. Главное, кавалерию себе оставить, чтобы она нам в будущем подсобила, ну, посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Пока будем так настреливать, пойдет пехота, мы немножко отойдем, у тебя там пехота, это и 14 человек, господи. Что они тут сделают? Можно кавалерию просто направить, давать им лещей, и все, то есть, видите, мы уже лучников понастреливали. А кавалерия пусть занимает пехоту, ну, и другую, как бы, вражескую кавалерию, все. Кавалерия в атаку, занимая этих засранцев, тут копейки, как бы, да. В принципе, вот, лучников обычных мы с вами уже перестреляли, пехоту, наверное, тоже сейчас перестреляем, или кавалерия все за нас сделает. Остаются лишь вон конные лучники, единственная наша проблема. В остальном фигня, хотя мне здесь показывают, типа, а, они же теперь белые, а я как раз-таки, ну, типа, я не сменил себе баннера, он у меня теперь такой вот кричневатый немножечко. Я просто не привык еще немножко ко всему этому делу. Они еще, собака, встали там, это очень неудобно, у меня лишь часть мэрконных лучников отстреливает, они вот с фланга просто не зашли. Поэтому я здесь не очень эффективно встал. Поменяем сейчас наших ребят расположением, они должны быть здесь вот так вот, по-полезней, то есть лицом к лицу мы им тут понаваливаем, хотя, с другой стороны, может быть, даже эффективнее, ну, пустить их там, не знаю, в атаку, еще куда-нибудь. Я просто не особо знаю, как лучник, конными лучниками сражаться против конных лучников. Мне этот момент немножко еще непонятен, потому что для меня, допустим, всегда конные лучники были, ну, лютой просто бедой. Ну, потому что они были дико доставучими, по крайней мере, даже против обычных лучников. Видите, они опять с этого фланга тут зашли. Давайте попробуем им сделать в атаку, посмотрим, что из этого выйдет, потому что сейчас, видите, пацаны вражеские начали нам наваливать, я 20 человек потерял, 40 у меня еще ранено. Так что пусть наши пускаются в атаку, ну, как минимум наши могут взять противника количеством. Так что, ну, чего бы этим не воспользоваться, правильно? Пусть валят противников числом, тут их 40 осталось, а нас целых 100, так что, ну, двойное преимущество должно быть крайне-крайне эффективно. Но, по факту, поглядим, конечно. Их конные лучники, по большей части, как я погляжу, видимо, пошли вообще в пешие атаки, ну, типа, как обычная кавалерия, начали действовать, и вроде как это даже эффективно. Пес его знает, на самом деле. Не знаю, не знаю. Пусть, короче, сами как-нибудь с этим делом разбираются, мне не хочется в это особо вмешиваться, ну, потому что я могу лишь хуже сейчас сделать. Хотя, казалось бы, куда уж хуже, правильно, да? Так, вот тут еще какой-то пес я почему-то... А, видимо, по союзнику случайно втащил, но я не смог помочь своему пацану. А надо бы помочь, потому что его здесь этот белый, кажется, сейчас прибьет. Ну, с белым щитом, имею в виду. Так, господи, ладно, давайте уже меч. У меня вроде хороший меч, я могу подсобить. Мне так кажется, союзники эти везде окружили. Ну, три, серьезно, три. Втроем его запинать не можем. Неужели? А, ну это варлорд был. То есть топовый чувак седьмого ранга. Ну да, гемор тот еще. Ну ладно, противника мы с вами практически избили здесь, как младенца. Ладно, как младенца это, наверное, перебор, учитывая, что у меня здесь, ну, 90 человек мы с вами... У нас, вернее, подкосили, это, наверное, явно не как младенца. Но все равно нормально. Ладно, сейчас покатаемся, прибьем оставшихся. Ну, надеюсь, мне этого хватит для захвата замка, я, честно, не уверен. Но надеюсь, что вот тупо стрелками мы возьмем, потому что они будут обычными лучниками. Я прикажу им не трогать осадные эти лестницы и все такое. Кстати, вот я не знаю, зачем тогда таран вообще строил. Но он нам нафиг, по сути, не нужен. У нас же пехоты-то нету, как таковой. То есть, да, тоже ошибочка, но я просто могу его убрать, чтобы они тоже, как бы... Часть из них не пошла к этому дурацкому тарану, толкать его на регулярной основе, вот это вот все. Это же нам, ну, по факту, нафиг не надо. О, нифига не, тут наши, кстати, подкосили. Ну, типа еще 50 стрелков, улетели, у нас же сотня была. Ну, противника 16, так что как-нибудь разберем. Сейчас нужно найти себе жертву, тоже ее потолкать. Но если сейчас придет какая-нибудь сакская армия, они точно меня натянут, отвечаю. У них же, опять же, вагон всяких стрелков, ну, точно так, их же конных лучников. И это будет, ну, черти что, опять по полю бою все они разбегутся, и битва будет на черт знает сколько времени. Типа, мы уже возимся 5 минут, это неимоверно долго, скажу я вам. Противники еще и сбежали, а ну, мало, конечно, но сбежали. Зато мы с вами получили 37 известности за такую, казалось бы, ну, небольшую битву. Что тут, 100, 150 на 150 где-то примерно. То есть мелочи. Зато мне прокачалось 50 человек, вот это я считаю круто. Правда, боюсь представить, сколько же это финансово у меня выльется. У меня еще и лошадей недостаток, ну, то есть полный фарш. Ладно, докачали, две штуки у меня за это дело забрали. Могу себе варлордов забабахать, ну, то есть топовых пленников себе взять. Надо оно мне или нет, это уже другой вопрос. Но, ладно, бахнем, авось, они быстро как-нибудь к нам перейдут. Хотя вероятность этого крайне мала. Меня больше интересуют лошади и доспехи, которые, ну, мы с вами продадим, получим бабло. Плюс, наверное, от еды мне еще досталось. Хавчик для нас с вами очень-очень полезен. Быстрее бы они строили. Скоро же лорды опять подойдут, отвечаю. Так, гонец с выкупом. Нет, наверное, продавать мы их не будем. Мы их... Ох ты ж, срань, господня. 150 человек. Да, неприятно. Но мы не успели просто с вами затянуть, так сказать, свои раны. Очень неприятненько. Но, отвечаю, идти против четырех катапульт это суицид. Это откровенный суицид. Пошли бы мы сюда, мы бы просто разбились все об эти стены, потому что эти катапульты нас бы прибили. А здесь сражаться против, ну, черт знает сколько их здесь. 50 конных лучников, еще 40, то есть 90 конных лучников против моих 50. Ну, такое себе, мягко говоря, такое себе, но мы попытаемся. Хоть я и сильно сомневаюсь в результате, если честно. Ладно, окей, потанцуем. Так, они нападут отсюда, то есть, ну, в принципе, точно такая же карта. Давайте здесь забабахаем наших, кавалерию где-нибудь вот сюда во фланг. Ну и все, пусть стоят, строй у них, так, у вас свободный, все, пусть нападают. Чуть позже мы пустим кавалерию. А, ну, ладно, что позже, давайте сразу пустим кавалерию, пусть они там расталкивают всех, кого только можно. Главное, контролировать направление конных лучников, стоять с ними в параллели, то есть, чтобы не было, как в предыдущей, предыдущей битве. То есть, сейчас нужно их расставить вот таким образом примерно, чтобы противник не зашел во фланг. Мы их на спокойных щах обстреливали, и нормально было бы. По идее, как-то так. Видите, они нас скружить пытаются, засранцы такие. Ну и получается у них довольно неплохо, если честно. То есть, нам постоянно нужно кружиться, между двух огней вставать, это не прикольно. Мягко говоря, не прикольно. Давайте-ка наступление им дадим. Авось против конных лучников хотя бы не продержится. Не было бы сейчас у противника пехоты и стрелков, да, мы бы просто под них подстраивались. Но сейчас не особо хороший это вариант. Я еще баннер не успел себе сменить. Ну, сразу эти псы на нас напали. Не дали даже передохнуть, не дали достроить еще одно хотя бы осадное орудие. Нужно еще своего героя, типа, держать в узде, потому что, если он летит, мораль сильно пострадает в нашей с вами армии. Ну, и наши могут просто начать давать по тапочкам, ну, сваливать, в общем. А это тоже нехорошо. Булат, там что-то качается вообще как не в себя, видимо. Идет, душит противников одного за одним. Судя по всему, это наш враг, кстати, раз он так активно на нас нацеливается. Ну, положение вещей мне кажется, по крайней мере, не в нашу пользу. Вообще не в нашу. Потому что мы здесь уже начали терять людей. 11 у меня подохло, у противника 22. Ну, короче, мы в равных... Так сказать, потерях. Во, в равных потерях. Но у противника-то народу было побольше, чем у нас, почти в два раза. Да, и меня еще перестреляли какие-то пешки. Да, походу, это будет фиаско. Но я почти в этом уверен. Наши чуть посильнее, но противника больше. Они тупо давят количеством. Плюс эти кривые конные лучники ничего не могут сами. А уж без меня-то и подавно. Да, печально. Придушили здесь меня, то есть фиаско. Не получилось, не фартануло, как говорится. Меня еще и в замок запихнули, судя по всему. А нет, я у этой леди буду двигаться. Не, ну с такими войсками сражаться это просто боль. Против таких же войск. То есть мне, по идее, надо бы брать что-то другое. Потому что здесь нанимать я никого не смогу. То есть нужно будет опять как-то... Боже. У меня все еще кто-то из лордиков. Серьезно, мне его оставили. Дичь какая-то. Ладно. Наверное, нужно будет брать римские войска. Только они способны в полной мере как-то надавать. Опа, ребенок. Что за ребенок-то? Хомар. Я так понимаю, это сын. Отлично, есть дочка, есть сын. Черт и характер уже появляются. Хорошо, хорошо. Так, еще кого-то выкупить. Ладно, пусть забирают. Балат была освобождена. А, это... О, нифига себе. Нифига себе. Хорошо, отступаем. Валим отсюда. Нам здесь делать, в принципе, нечего. Скорость у меня нормальная, но у меня стадо. То есть, мне необходимо солдат себе обзавестись. Ладно, что ж, значит, пойдем за римскими войсками. Закупимся ими в полной мере. То есть, полный фарш себе сейчас наделаю. Огромную такую армию, 170 человек. По большей части, конечно, будут нанимать стрелков. И не метателей камней, пращиков, то бишь. А нормальных воинов. И с ними, мы, думаю, вообще с вами налегке разделаемся с этими конными лучниками. В идеале, конечно, было бы взять себе кавалерии побольше. Она конных лучников просто в салат разбивает. Но, как мы видели с вами, а в конце, если не ошибаюсь, прошлой серии, когда 300 конных лучников было у нашей армии вместе с Сакой. Ну, они просто были абсолютно бесполезны. Что против пехоты, что против остального. Кстати, я что-то таких не помню, солдат. Может, вы картиночку мне покажете, а, ребятки? Неужто опять утечка этой сраной оперативной памяти происходит? Я вот не помню, просто я на 1.6.4 удалил или нет китайский язык. Надо будет посмотреть. Блин, действительно, китайский язык был удален, а что-то все равно не хватает. Возможно, это глюк самого мода. Блин, здесь арбалетчики, у которых два пака болтов. Да, у них слабый рынок, конечно, но у самого арбалета отличный. Блин, эти арбалетчики могли бы, ну, просто навести шуму, покручили бы их лучников. Не особо понятно, конечно, как они будут наниматься. Типа со стандартной ветки или с какой-то еще. Легионеры, да, 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 будем брать с вами, короче, имперских чуваков. Они будут и подешевле, и пополезнее, то есть будем стартовать уже от них. К сожалению, правда, у нас здесь с вами, ну, нулевые, грубо говоря, отношения со всеми этими знатными. Поэтому нанимать будет больно в деревнях, то есть, кажется, в города всякие ходить. Меня мародеры поймали. А, потрясающе, просто потрясающе. Не, ну, я, мягко говоря, разочарован. Я убил пять человек, они решили сваливать, ну, и я добил всех остальных, как истинный профессионал. А, видите, они еще часть доспехов мне оставили, которые я у них, как бы, скоммуниздил вот с предыдущей битвы. Отлично, они еще и финансово, так сказать, меня не разорили. Не, ну, отлично, сейчас у меня будут деньги, сейчас я найму топовых солдат. И эти засранцы сильно пожалеют о том, что они такие ущербные. Ну, не знаю, что еще сказать. Потому что именно из-за того, что у них настолько убогие, мягко говоря, солдаты, я и пошел, как бы, против них других. Ну, не знаю, объяснений у меня лично просто нет. Ладно, набрали немножечко солдат здесь, но опять по деревням, по городам ходить. Блин, это будет довольно-таки долго, если честно, ну, из-за дерьмовых отношений. Так, кстати, давайте посмотрим, как сейчас выглядят римские солдафончики. Кстати, были совсем-совсем другие. Мне вот интересно, это чисто имперская фигня, и либо же у каждой империи, типа, свои войска. Ну, типа, одних это претарианцы, у других это легионеры, у третьих это... Ну, вот эти вот чуваки, название, которое я фиг вообще прочитаю. Потому что здесь я вижу вот только такую фиговину империус. Так, это трейдеры, это не считается легионеры. Тоже черти что. Эвокатосы. Может, стандартно у меня чувака здесь дадут посмотреть? Или, может, и чисто элитные пацаны, и мне, типа, так повезло на них наткнуться. Ладно, в общем, пёс знает, буду нанимать всех подряд. Мне сейчас особо выпендриваться не приходится. По ходу дела, наверное, ну, когда я соберу уже армию более сотни человек, погоняю ещё парочку лордов для того, чтобы своих пацанов прокачать. И пойдём, захватим тот долбанный замок, ну, и обзаведёмся, наконец-таки, собственным поселением. Создадим свою фракцию, ну, и начнём готовиться к тому, чтобы начать, наконец-таки, полномасштабное вторжение в Скифию и захватить её полностью. Ну что ж, сейчас мы с вами посмотрим, на что способна наша римская армия против вот этих вот сраных канелуков. Насколько я помню, здесь довольно неплохо работает построение кругом. Ну, как я и сказал, сейчас мы это с вами выясним уже наверняка. Баннермена мы здесь с вами забили, но в остальном, в принципе, да, уже значительно, значительно лучше мы себя показываем по сравнению с предыдущими результатами, когда мы с вами играли за саков. Хотя, то, что они вот так вот на изи пускают пацанов себе в круг, это просто дичь. Причём полнейшим. Должны они здесь их просто останавливать, забивать, но... Противник просто залетает как к себе домой. Пешек можно поставить уже линии и пустить их атаковать. Ну, а стрелки... Ну, ещё стрелки сами разберутся, в принципе. С лучниками разве что помогу немножечко. Думаю, это будет пополезней. Наши, конечно, молодцы и всё такое, но лучники могут доставить какие-то неудобства. В итоге я потерял сколько? 9 человек. Ну, противник потерял значительно больше. Ну, конечно, остались ещё пехотинцы, конелуки там какие-никакие. Ну, в общем, доставляющие неудобства, так сказать, войска. Но по большей части противника мы уделали, хоть у него и была, так сказать, была, вернее, не особо большая армия, но, тем не менее, прибили. Проблема в том, что здесь рядышком, прямо возле нас, плюс, ну, возле замка, который мы с вами хотели захватить, ходит вот этот вот отрядик здоровый, вернее, даже армия. 600 человек, которые, ну, в любой момент нас с вами может добить. Поэтому в данный момент захватывать что-то, я считаю, вообще не целесообразным. Это может, ну, плохо для нас кончиться в очередной раз. Мне хочется снова всё дело собирать, потому что, чтобы собрать данную армию, мне пришлось буквально обижать всю карту, вернее, все имперские земли, если быть прям совсем точным. Это было очень-очень долгое геморройно, потому что я максимум набирал по 2 человека, по 3, может быть, один раз даже было 4 человека, типа, ну, в одном поселении или деревушке, и всё. А в остальном это просто боль и страдание, ну, потому что дерьмовые отношения, типа, со всей фракции, ну, или дерьмовые, или нулёвые, в принципе, это одна и та же фигня. Поэтому было больно, было больно всё это дело набирать. Ладно, нужно добить вот этого вот последнего засранца, которого, естественно, фиг догонит, что ли, потому что у меня лошадь потенциально хромая, или потому что, ну, он просто дофига быстрый скакунь, пёс его знает. Ну, в общем, у меня, так или иначе, ещё много новобранцев, много посредственных лучников, так что мне нужно ещё много их качать, качать и ещё раз качать, прежде чем мы с вами пойдём на замок, и с полной уверенностью я смогу в него залететь, сказать, что мы его с вами захватим. Потому что, опять же, нам с вами без хорошей поддержки стрелков, без отличных всадных орудий, ну, в плане того, чтобы у противника их не было, то есть нам же нужно построить требюшет, всё это снести и так далее, без всего этого мы с вами замок не захватим. Я не какой-нибудь лучник, который мог бы в соло всё это дело захватить, да и таких вот интересных всяких багов, как тот же Доминатор, я не знаю, чтобы в соло захватывать. Я чисто отрядный боец, если угодно. Так, теперь мы, конечно, в плен, деньги сейчас сильно нужны, потому что, ну, мои финансы изрядно пострадали, потому что, ну, это далеко не первая армия, которую я нанимаю, приходится тратить, тратить и ещё растрать, это очень всё дорого, поэтому пытаемся выжить деньги, так сказать, из любой возможности. Я бы и пленных, в принципе, взял, только вот куда их девать, не особо понятно. Ну, типа, в имперский город идти, наверное, сейчас придётся донимать, вот, донабирать себе солдат, потому что мои ряды немножечко подкосились, плюс продать всякий хлам. Это, в принципе, всё, что нам остаётся в текущий момент. Так что, наверное, да, пойдём сейчас с вами в Ваниру. К сожалению, у нас с вами умер наш инженер, которого я нанял буквально вот перед началом этой серии. Так что, так что, о, четыре человека, вот это бинго. Но, к сожалению, они посредственные. Но я уже нашёл ему замену, это какой-то там учёный, он, конечно, будет послабее, то есть его навык будет не 80, а 60 в инженере, соответственно, строить мы с вами будем ещё дольше. Но это не так серьёзно, нам же сейчас с вами, главное всё же прокачать наших воинов, на всяких вот таких вот бомжов. А, да, бомжи решили объединиться и дать мне по лицу. Почему бы и нет? Да уж, противник здесь настроен довольно-таки серьёзно. У них ещё много обычной кавалерии, из-за чего стандартная тактика с кругом не то чтобы идеальна, но придётся её придерживаться. Вариантов ни дофига. Здесь либо конные лучники нам подгадят, либо ещё кто. Да, сложновато. Типа у них реально есть все вообще подразделения, которые только могут быть. Так что не прикольно. Ну, плюс у меня ещё много этих дурацких прачеков, дальность которых, мягко говоря, посредственная. Так что не прикольно. И стрелков не поставишь, чтобы они, ну, начали наваливать, потому что они неэффективны. И, ну, нифига не сделаешь, короче. Ладно, попытаемся как-нибудь им здесь втащить. Ну, типа как-то же римские армии раз за разом разваливали этих долбаных саков. Значит, и я как-нибудь смогу это сделать. Потому что мозгов у меня немножечко побольше, чем у искусственного интеллекта в этой игре. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. По факту посмотрим. Наши должны ещё вроде как наваливать с помощью метательных копий. Буду как бы на это ещё ставочку делать. Так, пехотинцы могут пускаться в атаку. Стрелки в свободный строй. И вот сюда пусть встают подальше. Чтобы они как-то могли подсобить. Но, при том, не лезли в ближний бой. Это довольно-таки важно. Один, серьёзно. Вот это, конечно, урон я наношу. Просто чудовище. Копьём этим сраным никак не могу достать. Здесь прям лютая вакханалия какая-то на поле боя происходит. Ладно, разберёмся. Думаю, как-нибудь... Как-нибудь да разберёмся. Кому-нибудь да навалим. Мне бы ещё баннерменов этих долбанных забивать. Потому что они мораль дополнительно дают. Чем меньше у вражеских пацанов морали, тем быстрее они пустятся в бегство. И нам будет попроще. Хотя... Пока что я даже не уверен, что у нас получится противника одолеть. А, не, у нас вообще фиаско. Вы посмотрите, осталось 20 человек у противника 80. Вообще шикарно. Эти бомжи как-то умудрились меня здесь уделать. Просто вот закружили конными лучниками. Они здесь с собакой работают нормально. Кавалерии ещё добили. И как бы всё. Финита ля комедия. Армия моя типа закончилась. И мне теперь что? В одного против 80 сражаться? Да я как бы... Далеко не такой профессионал. Я могу, возможно... Кто-то сейчас сказать? Десятых человек. Возможно, я там убью. Ага, блин. Одно копьё от чувака там 5 ранга. И всё. Я уже... Помер. Нет, ну потрясающе. Потрясающе. Я, блин, ходил хрен знает сколько времени. Собирал всю эту долбанную армию. Римлян, блин. Чтобы на изи разделать этих саков. Стоило им объединиться в... Сколько тут их было? Не знаю. 140 человек, да? Ой, 120 человек. И всё. Они меня сломали. Просто под орех. Под орех. Вообще без вариантов. Какого чёрта происходит? Что с этой фракцией? Почему она работает, но не в моих руках? Я вот просто не могу врубиться. Это меня дичайше бесит. Когда ты не можешь разобраться, вот как против этой фракции воевать. Это какие-то, не знаю, прокаченные кузаиты, что ли. Но которые, ну как бы, когда ты говоришь за кузаитов в ванильной версии. Ты понимаешь, что с ними делать, как с ними делать. Они работают, ну, по крайней мере, до 1.62 точно. Вот я на 1.61 или 1.60 пробовал. Всё было шикарно. Кузаиты отлично работали. Конные лучники, кавалерия. Всё шито-крыто. Сейчас, конечно, хз. И вот, ну это чёрти что. Они работают, но только против тебя. Не знаю, хрень какая-то. Ладно, что ж, дамы и господа. Очередная серия боли и страданий наконец-таки завершена. У меня на этом всё. С вами был Кит. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»